сто лет я не работаю не делают иконы я уже забыл здесь потом дом по моему дерево гора я очень давно не делаю это икон я знаю я по-детски здесь конечно все это рисую как ребенок зато души а ты с ними как я сделал в рамочку сыночек ну вот я в рамочку муня не будет какая любимый просто просто выдувать до попьемся чеку тихонечко уже одно место отсыхает поэтому иди чай пить передохни отдыхать нет как же мне там с белым волосом я потом хоть могу глянь что отрезать мне не отрезать я так и не решила пока насчет этого не решила вот а насчет белых волос тоже не решила может и не будет красить а мустром еще ладно это работа если бог даст покажу все делали короче белые рыжие рыжие у всего фотошоп или чё там ты делал я не понимаю но через фотошоп делал рыжие у всего искрящая медь искрящая медь купить тебя оттенок если будет возможность когда попробуй стать тюремой султана нету ну мы так будем без султана смеемся короче везде не милю какому-то чует и чё такое да я будет хорошо нас не ты красиво смотри я горит хорошо наоборот сегодня чтобы весь день это то смеемся еще я понимаю на такая как детская простенькая ну и пускай зато с любовью и давненько давненько не делал чай у нас тут чуть дороговатый конечно сколько у нас тут чай 60 рублей 60 рублей который стоит 30 рублей в городе 36 рублей 24 рубля вон везде 36 не стал я сильно украшать друзья наоборот так хорошо красивее мне нравится когда ну не чищу не знаю мне не нравится как как ты говоришь она сидела не могла чего это определиться как а какую да я говорю она вы обе забрала а ты матюш мать это кто это у нас тут такая зелененькая это кто это у нас тут такая пироженка а кто-то ее так сильно любит ну а как же я не люблю такую чудесную кошку ну все я довольна ну доставай что-нибудь там ужин продолжение короче это ну может что-то не показать вот это я я аккуратненько захчу я не звала слона куда спряталась я уже на коленках и так и сяк везде вот так вот ищу вот так вот везде это как ее нигде нету уже думаю ну ладно чё теперь у мамы там везде посмотрел нету потом хорошо откуда-то вылазит вот ну я ее на ручку то беру на руки вот и уж я ее боюсь она от меня промоет она начинает драть это она как диковато или чё она в режиму режим она бешеная она дико она не бешеная она не дикая она бешеная какая-то такая да она неисправим не знаю как это объяснить вот кошка которая гуляет сама по себе да я не против вот всем в свободу вот я ее беру стараюсь на руки вот так вот стараюсь ну и вот так вот за лапу стараюсь ее как такое придержать все равно каждый день вчера ободрала вот что значит это ну ну как вроде думаешь это добра сделать а получается как хуже да это думаю ну как уж пусть мороз сильно уйти пусть она это весь день греется сидит только в печке это ну на улице будет выгонять в туалет и все ты шпади вы их не попробуй вон как я уже показал три раза куда эмиль прям и лапами вот типа ты мне мешаешь ходишь прям кто она тут такая-то пускай на улицу я тебе уже сколько раз говорил если мать и что сделать я и 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 я сказал на улице все ладно не переживай так сильнее из-за капли крови обтирай оботру я убрала в холодильник прям под самым морозильник и вот немножечко даже замерзли было пришлось разбивать не то что же прям замерзли льдышко но все равно вот потому что при машинке это заморозил потому что я не люблю как сказать чтобы все прям свежий был я сейчас поджариваю разогревать и сейчас накладывают с огурчиком в общем огурчики кстати весьма ничего нормально свежий все положено сейчас наложим вот тут только что не так уж давно мы целый день короче прости чем мы ели кашу а один раз мы кашу поели и все и пару бутыр против да и потом чай попили и все если что мы ели ну бери себе открывай открывай себе ну ладно ошли мне просто хз какие они нет я просто такой сильный с одного взмаха хорошо 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 что улыбайся я это люблю дай карасычка глотну ну чё позавтракали мы сегодня пообедали ну чай попили а теперь поужинаем макарошку поедем а если может баба возьмёт кашу если чё она вчерашнюю не ест я сегодня не готовила с кашьей сегодняшней тем более в холодильнике лежала да хватит капризная ну все люди разные ну конечно ничего не было не захочет подвох не захочет не захочет ее проблем сам доем да да я еще порцию съем так ну один положу не более подожди подожди хрустят и гурцы хрумкать так далее как хрумкать да ох ёба ёбай ну и все вошь то я люблю я люблю тебя до слез без ума люблю ой сегодня хорошо шутить хорошо улыбаться это будет на весь год как-то влиять хорошо все что угодно ну не ёрничать конечно ну как хорошо смеяться натурально пить рассол знаешь как умокичит если хворить в одном месте ты чинаешь если все и моктики так же и ты с рассолом помидорами ху 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 х Я подхожу, она вот здесь у Эмиля обутает, он говорит, ну подай мне ее. Я говорю, мне кажется, тебе легче кошку поймать, чем подметать. Я захожу, короче, и хотела ее взять. Она прям бляк, слегла вот так вот. И начала вот так вот пищать. Я говорю, Эмиль, ну она жалуется, плачет, я не могу ее выгонять. Я говорю, у меня рука не поднимает, сколько там мороз сегодня, 15 вновь? Да. Вот. Из раз такая довольная. Чуть-чуть на чувствовать. Ну ты долго будешь снимать, пока он чешет. Не очень как-то. Картина Репина. Тихо бороду. Вот, а шейники ей надо покупать отбор. А она от ЗАГСа все равно нацепляет, если даже шейник. Ну да. Даже если потратить, если какая-то там будет деньги. Да нет, если шейник. Куда не будет. Если шейник долгий. На этой земле. Как беременная, да, такая пуза. Эмиль говорит, ну это давай. Я говорю, давай ей коробку что-то носить. Уже обнюхивай. Ну ты насыпайся. Только убери ее, а то она сейчас будет чихать тут. Вот не умеешь ты ее правильно насыпать. Ну вот куда-то стоп подняла пуза. Надо же потихонечку ее сыпать. Ну ладно, я такая. Матюш, новый туалет твой. Кс-кс-кс-кс. Матюш. Во. Хвостом меня стукнуло. Ну а куда ей это, как ее, хоть, глянь, глянь. Дорогая, тебе куда? Рядом с туалетом, что ли, стоит-то? Рядом с туалетом носки не меня положено. Вот сюда же опять ты делал. А ты меня собьешь? Угу. И не встаешь. Почему? Вот я. Катаюсь. Мой. Ты катаешься? Я жалко. Если кошка показывает пятую точку своим хозяевам, значит, она им доверяет. Это правда. Да. Потому что котятки, когда маленькие, в детстве они живут. Они маме показывают. Они маме показывают, потому что их моет мамочка. Вот. И если кошка показывает. И видно твои волосы. Они ее во! Видят твои волосы. Ну ладно. Нет, нет, она не тронет. Нет, все, прости. Это. Она вижняет. Если кошка показывает, короче, имя говорит, мама, кого она больше любит? Я говорю, одинаково. Она всем пятую точку показывает. И тебя, и меня, говорю, одинаково. Ребенок уселась. Ну куда ты укатилась? Мы сегодня, короче, разговариваем. Я что-то вспоминаю, как у моей подружки там, ну, дом там. Ну, как что, был, тоже ванны не был в доме. Тоже ведерко стоял, короче, в синях, в туалет тоже не был. Ну и так что-то вспоминаю. Я говорю, вот блин, прошлого уже нет. Его просто нет. Вот теперь и... Будущее еще не наступило. Есть только настоящее. Вот, ну иди поближе. Так интересно. Двигайся. Отклячивает, отклячивает. Это как... О, люди. Точно так звучит, как Бог был, есть и будет. Ну, это я философствую, короче, на ночь у меня там. Я лежу, вспоминаю там детство, как мы купались там в ванне. Даже сам... Смотри, смотри, сейчас... Шампунь даже свет помню, какой был. Сейчас голову будет просовывать. А, нет. Надо перекатиться. Как мы, ну, у подружки, когда мы ходили вместе, ванна у них здоровенная, короче. Как там тепло было, китан. Там китан такой был, натапливали. Вот. Это у ее мамы, а у бабушки не было ванны это. Это. Ну, она жила, короче, у бабушки в выходные, в рабочие дни, когда ее мама работала. А в выходные, по-моему, у мамы. Вот. В то время, это еще тогда. Я помню, как там, ну, у ее мамы, ну, как у подружки, я не буду там озвучить, у кого еще. Вот. Там был титан. Как мы вдвоем залазили в ванну, как мы там купались, короче. Даже помню цвет шампуня, пирсиковый, такой перламутровый. Так там уж жарко было. Вот эта котлетка валяется. Ну, рулетик, пироженка. Пирожкова. Пирожочек. Ого. Да, конечно, здравствуй, она понимает все. У них мозги свои есть тоже. А я дождики включаю, наверное, иногда. Да, которые меня раздражают, но не дают мне спать. А я вчера, говорит, мам, выключи дождики, я не могу уснуть под него. Меня раздражает. Мне, говорит, лучше слушать холодильник, который звучит прям под ухом. Как трактор, зато я привык к нему уже. А под дождик я ведь не засыпаю. Роль, во, говною уже. Я честно такая. Короче, на протяжении шести минут валяемся с козкой. В любом смысле валяемся на полу. Ладно, давай. Пока. Мне надо контролировать процессы чайки. А вы все мне подгорят макароны. Я включил уже, вообще-то. Все мудро доброе. Это, как его... Что я хотела сказать? Остаток. Я еще уже не подкладывала. Я дровку целый кисточку наложила. На улице мороз 13 градусов. В ночь в 15 был. Мой дом ночевал. В лоточку ходит, умница, молодец. Она здесь устраивает. Во, разговаривает. Да, да. Она здесь устраивает, короче, бешеный. Вот, она радуется, наверное, что ее дома оставили. Что ее любят поить и кормить, короче. Вот. Она тут с утра гоняется, устраивает. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Устраивает здесь это... Ну, ралли Париж-Дакар, короче. Вот. Как я выгляжу в ссоре. Я утром, я еще даже не причесалась. Просто вскочил, быстро кинулась бегом. Это, растапливать печь. Ну, выгребать. Имели дрова бегом колоть. Какой-то мороз прям. Мороз не велик, но стоять не велит. Да, матюшка. Матюшка, короче, гонки устраивает. На вертикали. Сейчас я тут... Ну, вообще-то по горизонтали, ну ладно. Вот, зависит. Ну, она молодец, вот, лоток тут. Ну, не надо, зачем? Ну, а там не... Ну, не надо, зачем? Видишь? Ну, она умная. Она понимающая. Я не понимаю, как она, брат, понимает, что это именно... Лоток, что ли, коробка, ее именно. Да, что ей поставили. Ну, так вот. Хоть и с залой, а что делать? Такой вороз мне жалко. Выгонять. Ой, я еще в этот насморк заболевлю. Насморк? Да. Часает. Ну, кулакная, поспал себе. Ну, бокал я не успела помыть. Я говорю, кулакная... Ну, мы вчера на ночь пельчаем. Мы вчера каждый день из них глушим. Ск-ск-ск-ск. Ну, это все, это... Во, 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 хлянем, вот. Че? Меня семеро. А, ну не заносись. Так, ну все, пошла уголь подказывать. Ну, ладно. Чай сделаю. Я не знаю, что там тебе огурчиком че. Не знаю, как хочешь. За 30 раз сальчиком что-то... Нет, я не это... Не... Не то, что не любитель, а вообще не... Вообще не... Ты договорил бы для начала, я вот так... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я вообще не... Ничего вообще не употребляю зло, а качество. Молодец. Ой, друзья, я снимаю все как есть, поэтому мне просто некогда. Я зашиваюсь иногда. Я еще с утра пока не причесалась, мне некогда, я как угорела, мне даже некогда было две луковицы натереть, вот, хоть умыла что-то, успела с малым с утра. Так, на улице вроде бы солнышко, мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, и ты рапождаешь, я не помню. Так, замесила я тут тесто, поднимается потихонечку, вот. Больше полкилограмма муки, одно яйцо, пачка дрожжей, соф-момент, чайную ложку соли, одна столовая ложка сверху сахара. А, воды, воды где-то стакан, стакан, полный стакан. Так, пусть поднимается пока. Здесь у меня и посуды, казан отмыла. О, Господи, так. Так, что я хотела-то? Может, спит? Я, ты с неведением, Атюша. А, ты не спишь, дорогая. Ну, не спи, не спи. Тут у меня, короче, не меньше 150 миллиграмм масла, полкилога фарша, замороженного у меня, правда, было, я положила, пять минут обжарила, налила туда стакан рассола огуречного, вот. Две крупно нарезанных луковицы солить не солю. Вот, две крупно нарезанных луковицы, тушу все это на огне, вот. Потом, в конце уже практически, но не в конце, а после, короче, следом, когда те луковицы уже начали распариваться, я натерла на терке, на крупной терке, еще одну крупную-крупную луковицу для сочности и сока, из нее тек сок, вот, я добавила. И сюда еще пара соленых огурчиков. Вот, тушу все. Помешивать не частенько, вот, потому что печка все-таки мощная. Вот, это у меня будет, если я попробую сделать беляши. Вкуснятина. Тушить, в общем, сложности, где-то полчаса. Да. Фарш, когда я вначале, я минут пять, я, да. Где-то, в общем, полчаса все это тушить. В конце можно даже крючечкой накрыть, так как лук должен вот этот крупный быть мягким, а иначе в беляшах будет не беляша, не знаю что. Поэтому еще, так, минут двадцать тушится уже где-то. Ну, еще где-то, я не знаю даже сколько. Ну, еще минут пять, может, там, вот так вот. И буду делать пироги, попробую беляши. Друзья, по-быстрому у меня, я просто ушиваюсь, я зашиваюсь. Я хотела еще сделать. Так, мне еще и подмести полы. Так, здесь я посудка, как и была, смогла все перемыла. Вот столько вот масла пришлось наливать, да, такое количество. Фарш у меня еще остался. И тут масла очень много, кстати. Вот можно в этом же фарше и масле налить два стакана воды по килома спагетти и туда прям в этот фарш. Он впитает всю воду, можно не сливать, ничего такого. Я уже так сто раз готовила. Или какой сто больше? Каких сто? Тысячу. Это уж точно. Вот. Они все впитают и получится спагетти с фаршем. Так что фарш не пропадет, если что. Что получилось, то получилось. Сразу говорю. Я в этом... Без комментариев. Такие вот бупсы. Еще. Бупсы номер два. Ну, прожарила как следует. Чтобы уж точно внутри не были сырые. Один тот раз, я скажу честно, попался слегка недожарен. Остальные все были нормальные. Но я их как зажарила. Надеюсь, с этими все в порядке. Мягкие? Ох, какие. Вкусные. Наверное. С мясом все-таки. Ну, все. Так, друзья. Потихонечку делаю. Вот Эмиль ездил за картой. Ему пришла из... Это как ее, эсэмэска, как это называется. Он за картой поехал. Нужно 200 рублей на нее положить, короче, чтобы она активировалась. И можно их обратно снять. Вот. Ну, я говорю, ну, купи там картошечку что-то заодно и помидорчик. Купил килограмм помидоров за 50 рублей и 2 килограмма картошки по 50 рублей. У нас 100 рублей. Вот. Ну, и 50 рублей туда обратно проезд. Вот. Мама взяла две штуки, кстати. Прожались. Один я разломила, посмотрела, прожались. И мне, говорит, чай пока поставь, им позвонил. Вот. Короче. Два стакана воды. Кстати, масло у меня это не пропадет. Я использую все куда-то до грамм. У меня ничего не пропадает. Вот. А тут я два стакана воды, этот, барбарис, засыпала, короче. Подсолила чайную ложку соли и готовлю с пазетикой. Не переживайте, если вот кто думает, что-то такое. Вода вся слетается. Только надо мешать. Сейчас еще крышечкой накрою. Только надо мешать. Если сильный огонь, можно сдвинуть на краешек сейчас. И пусть тонится. Я сейчас сдвину на краешек. Вот. Вода вся впитается. Вот такие вот. Так что фарш у меня не пропадет там остатки. Я еще одно блюдо приготовлю. Всего два стакана воды стало... Ой, чайную ложку соли. Чайную ложку соли. Ни фарш, ни масло у меня не пропадут. Вообще болеть спал неудобно. Понятненько. А что ты уже в пи... А, ты включил? Да, я уж включил. Да я подождала, когда хоть плечи, собственно. Да ладно, все как. Жизнь она, жизнь и все. Что, может быть, лучше жизнь? Просто что может быть? Что может быть? Будущее еще не наступило. Что может быть? Все уходит в небо кию. Что может быть лучше Моти? Встреть Вашеньки меня к двери и подошел. Что, серьезно? Да. Разговаривает со мной. Говорит, корм купи. Она говорит, корм не купи. Она там матом на тебя что-то сказала. Ну, это было... По ее языку. Да. Обнаглела, она сказала совсем уже. Говорит, меня пускаешь в дом, а корм не покупаешь. Да. Это временные меры. Потом все это отсюда берется. Конечно. 15 градусов сейчас мороз днем. Усилился, Аршеньки. Поэтому я не могу. Любимую. На мой. Ну, как ты видишь? А, по 50 рублей, такие килограмм помидоров? Да. Нифига себе. Ну, как тебе они? Ну, как? Нифига себе. Какие-то прямо такие. Как будто с грядки прямо. Помидоры классные. Мне понравились. Интересные, темные. А других не было. Розовые были по 100. Картошка хорошая, крупная. Розовые были по 100. Розовые по 100, да? Да. Я не стал таких. Да ну ничего, мы и такие сделаем в салатику. Если что. А макароны готовы. Я же сказала, вся жидкость убежит. А масло там еще три были. Ну, я уж понимаю, кто же мне там под камер. А, там в банке? Да, там внизу под камер. Ты покупал маску, что ли? Я уже сходил напротив, там за 5 рублей купил эту маску. Понятие. Достаю, как их эти бубсы. Я их в пакетики запихала. Это, что ты хочешь? На полу, на секунду. Ну, хорошо, молодец. Стал, как я умный. Правильно. Не надо сейчас все кругом. Отравы все, цебули всякие. Так, открой, сынок, я покажу, что они прожарились, короче. Вот. О, да, я пробую. Мини-беляшки. Мини-беляшки, да. Но там есть и не мини. Но там есть и это. Мега. Да, мега. Все прожарилось, все вкусненько. Вкусненько, да? Так, я что хотела сказать насчет этого. Подержи мне 5 секунд, сейчас я это, с помидорами управлюсь. Я показать, что у меня действительно без заблоков. Да, ну как ты я это получала? То есть не поймут, какой банк, что там. Какая наша? Ну, на, просто. Вопрос сделаем? Давай счет. А, если что, куда? А, там отметься, куда? Если переведут, конечно, надеемся, что все нормально будет. Давай не причитай. Вот, все, впиталось. Я хочу сказать. О, вкусно. Накладывай. Вот такие вот. Если кто хочет, можно добавить майонез, можно томаты, это уже кицу. О, давай и мне тогда майонез и кицу. Все, вкусно. И томат. Давайте смешаем сейчас. Не-не-не-не, а ты же отдельно хотел, нет? А-а-а. Вдруг баб не будет, скажете. Нет, а баба будет макароны брать себе, если что, отдельно. Мы просто сейчас смешаем. Да, мне. Мы смешаем. Мы смешаем только одну заправку. Мы смешаем. Зачем? Мы сделаем. Ну, зачем надо было в бензете, когда навозишь? Нет, мы сделаем отдельно. Вот так вот. Зачем тарелку пачкать? Ничего страшного, побоится. Это мы сделаем для спагетти. Заправочку. Сейчас еще майонез добавим. Это мы сделаем заправочку для спагетти. Вкусные бельцы. Вкусные спагетти заправочкой. А мама, я просто остаюсь, она не любит всякие эти... Да, попробуй. С бельшом вкусным, кстати, тоже. Вот и все. Сейчас мы все разберемся, сейчас все кушать, наложим, все будет красиво. Сейчас все сделаем. Вот так вот. Два стакана воды, чайной ложкой соли. Фарш оставшийся не пропал. Не переживай, и это масло, и все. До миллиграмм, до пяти миллиграмм. У меня ничего не пропадало. Используется, да? Все использую. А, я понял, почему два килограмма картошки. Я понял, почему. Да здравствуй, Израиль. Стой, ты хотела картошку фриз что-то сделать с этим маслом еще? Давай. Толись, да. Картошку фриз будешь делать, да? Не стал я больше йоги смотреть. Я просто сказать хочу. Ну ладно. Твое дело, твое право. Раньше я, кстати, кто читательник, с хобби отчельником это, как его волк. Придержи, я попью пока. Одинокий, в кавычках, умный. Умный, но не в кавычках, почему он умный человек. Было раньше, сейчас не знаю, что лет не заходило. Навальный, 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 Навальный. Навальный, кто там еще это? Кролик, короче. Путин, Навальный, у него вечно одна тема. Навальный, 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 Навальный. Ну, мы раньше как-то переписывались Это он мне заставил практически Как он настаивал, настаивал, настаивал Сделай, сделай канал Ну, мы общались, но как там В чатах переписывались постоянно Вот, и уже десятый раз я сдалась Действительно, а так я стеснялась Первый раз, когда там первое видео О, это было что-то В общем, это он заставил меня Хоббит-отшельник сделать канал Вот, а потом я стала своей любовью Я к нему приматываюсь, я всех влюбляюсь Я говорю, что я мадам Сыр на одинокий нужен Блин, мне пофиг Там, дебилочки, тебе Мне плевать Вот Ты бы сбежал к нему Навальный, Навальный, Навальный У него в каждый день Ну, может, он из норы переехал Своей, я надеялась Ну, у меня там в голове, откуда я знаю, что там было Я начала там ему свои Дефирамбы писать любовно Он меня тоже заблокировал Ну, канал заставил мне он сделать Он мне прям вот наставил Ну, сделай, сделай Ну, что ты вот прям Открой все, канал Вот каким-то божьим чудом там К добру это, надеюсь Вот Я много раз жалела, хотела Но хуже-то он не сделал Закрыть Хуже-то он не сделал Нет, хуже он не сделал Так что я обязана Хоббит А то иногда и Новый год В этом году Новый год Если не донатили, мы бы не отметили Это мне 4 тысячи стонат Так что Так что подписывайтесь Так что Юра Хоббит Со своим соевым соусом и своим горохом Нет, ну тут надо и подписчикам сказать спасибо Они перечислили Ну я понимаю, да, подписчикам Дай бог здоровья, всех благ Ну и ведь Любовь помогает продвижению жизни А это как Что ты боишься Да ничего не боюсь Успокойся Нет Ну пожалуйста Маленький хоть Витаминчик Я не люблю Ну как хочешь Глянь какие вкуснятины Как можно не любить Давай Как обычно опять всасывает Мне это превысится Ну ладно Как умеешь, так и есть Да, еще можно Вот так должность есть Вот так рыбка плавит Как я, знаешь, вчера Покачку вот эту Смотри Ты можешь повернуться Я не могу снимать Твое ухо Фарш вкусный Фарш вкусный Вообще эти бупсы получились Объедение Я двумя наелся Да? Если бы ты наелся То ты сейчас не ел Я говорю, давай запишем В книгу рекорд Едоса попадет Миллиард просмотров будет Таз бупсов съесть А потом после этого На третьем не чует Отличный рекорд Тогда уже запишешь Не в Гиннес А в шнобелевскую премию За самую глупую смерть Съел таз бупсов Смешно, что капец Объедение мед Я сейчас вот это вот уберу А вот это Это объедение мед Дай мне каплю сальци Вкуснятина И бупсы, кстати, тоже вкуснятина Сегодня фарш получился И мотя вкуснятина Сейчас Эмиль пойдет Ей за корм Жидкий или сухой? Жидкий Жидкий? Что ты ей балуешь ее? Да и пускай Раз в доме Что теперь Не балую Ткотиняку я Любовь нечаянно нагрянет Я думаю, у кого-то Эмиль, а ухо Можно не показывать одно? Только ухо Алло Алло Личико поворачивай лицо Реально, Эмиль Ладно, все Вырубай Хорошо Вырубай Я не люблю, когда на креско вода Во-первых Во-вторых Не люблю, когда на меня фонарик Поэтому вырубай Выключай Я одежду выбирать пока не буду Воня Потому что все равно сейчас за водой Потом еще раз Угу Вот, давай Милку Мороз вспомнил В 11 градусах сейчас? Да 13, 15, 11 Скажем Да Это кто-то такая красивая У нас Такие глазки красивые, да? Такая мордочка Такие ушки Два двухугольничка Пошли Во-во Раз Такая реакция Бурная Фильм Будешь не про тебя, Таня Посмотреть 100 Тысяч Первый раз Нет, я не буду Я в наушниках буду Смотреть Я просто не представляю Еще смотреть Ни этих фильмов нет Нормальных Сейчас ну рис Там одни драки Бомбежки Взрывы Можно оглохнуть В наушниках Я хоть причесалась Ну давай Это матька уже Вся В страдании Рвет и меч Извини, что тарелка Тебе не помылась Сори Воды налила Ну ничего страшного Я все равно тарелку мою Ну не ежедневно Я не буду выпедриваться Два раза в неделю Честно мою По честности А иногда и ежедневно По разным Зависит от печени Я вообще хотела Чтобы кошка была домашней Но у нас Скучать не приходится Здесь Летом Если доживем Как говорят Дверь открыта Дверь открыта Ну откуда мы знаем Что произойдет И как и что Ну все Давай Субтитры сделал DimaTorzok